Всем привет вот и новый ролик на Кагикаю но будет два ролика потому что история длинная ну а мы начинаем Кагикаю Кэджкау, переводится как тень лицо, один из немногих японских персонажей крипипасты, шаблон персонаж крипипаста инфобакс, внешность, серая толстовка или в некоторых случаях это куртка, черно-белый шарф в полоску, черно-белая маска, меняющая эмоции Кагикаю, также стоит отметить что лицо у Кагикаю точно такое же как и его маска, является обладателем больших ногтей которые и являются его орудием убийства и способом перемещения по высоким зданиям. Характер, очень переменчив в настроении, не любит неуважение в свою сторону и жестоко карает за это, любит проникать по ночам в дома к людям и задавать им интересующие его вопросы, если человек не отвечает или отвечает неверно, он убивает человека, также очень благосклонен к тем кто правильно отвечает на его вопросы, любит вино, в особенности сака. История. 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 Что может ожидать его на той стороне? Марк ожидал, что столкнется лицом к лицу с этой странной маской. Но вместо этого он увидел, что монстр все еще там же где и был, сидит на краю крыши и улыбается странной отчасти злобной улыбкой, крипи, нет. Монстр снова заговорил, ты хочешь поиграть со мной, ха-ха-ха, я хочу поиграть с тобой. Марк вновь захлопнул дверь, его ноги начали уходить из-под него, и он уселся на пол. Ему очень не понравилось как монстр говорил ему эти слова. Он посидел там еще некоторое время, пытаясь осмыслить происходящее. Что же, было поздно, может быть он просто уснул на крыше, и ему снится кошмар? Он решил проверить все еще раз. Марк встал и медленно открыл дверь. Одна часть его души говорила ему, что монстр должен оказаться на том же самом месте, и скажет те же самые слова. Другая часть говорила ему, что монстр окажется прям за дверью, с приготовленными для атаки когтями. Он ошибся, монстра не было вообще, он исчез. Там не было ничего, кроме света города и звуков немногочисленных проезжающих машин. Парень с облегчением выдохнул, это был всего лишь сон. Вдруг дверь захлопнулась прямо перед его лицом, он издал болезненные звуки, металлическая дверь ударила ему прямо в лоб. Марк тер свою голову и снова уселся на пол. Какого черта, что это за фигня? Крикнул он в никуда. Он не закрывал дверь, даже если бы это сделал он сам, он бы никогда не сделал это так неуклюже. Да и ветер был недостаточно сильным, чтобы закрыть дверь. Он начал убеждать себя, что может быть это просто долбанный порыв ветра, но его разум быстро с ним не согласился, когда опять услышал этот смех. Ха-ха-ха, шум исходил чуть справа за дверью и немного выше ее. Монстр должно быть стоит наверху. Марк проснулся в холодном поту. Парень был в своей собственной квартире, в своей кровати. Марк огляделся вокруг, чтобы убедиться что он действительно у себя дома, это было так. Он снова вздохнул с облегчением, должно быть. Монстр в маске оказался всего лишь страшным сном. Одним из тех странных снов, в которых ты можешь поклясться что это реальность, ведь ощущения так реальны, но потом ты осознаешь что это должно быть сном, потому что все очень странные. Марк даже немного посмеялся над собой, как будто такие монстры на самом деле существуют. Ха-ха. Внезапная появившаяся боль на лбу заставила его остановиться. А может быть это было по-настоящему, и он просто не помнит как вернулся назад. Марк тут же отверг эту идею. Может быть он просто упал во сне с кровати, и забрался на нее обратно, ничего не помня. Такие вещи случаются. Марк встал и пошел к холодильнику, чтобы выпить чего-нибудь. Он взял картонную коробку с апельсиновым соком и открыл ее. Марк наклонил коробку, чтобы налить сок в стакан, но жидкость полилась не в него, а на стол. Парень остановился, глядя на это с большим удивлением. Потом он понял, что на боку коробки был тонкий разрез. Так что когда он наклонял коробку сок не доходил до верха, где расположена крышка, а проливался сквозь эту прорезь. Это произошло снова. Смех доносился изнутри квартиры. Он быстро обернулся, осматривая комнату в поисках монстра. Затем он прекратил, осознав как параноидально и глупо он выглядел. Очевидно что это ему показалось. Прорезь на коробке, должно быть это дело рук его девушки. Они в текущий момент не очень ладили. Марк вытер стол и решил, что он уже ничего не хочет на завтрак. Парень не чувствовал голода. Его больше беспокоило то, как он будет мириться с его девушкой, Беатрис. Он любил ее и хотел сделать так, чтобы она поняла как он сильно ее любит. Парень включил телевизор и просмотрел его пару часов, забыв о всех своих проблемах. Нед всем спасибо за просмотр, всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова